Если судить по постерам, эльфийскую песнь можно определить в касту кавайных аниме с большеглазыми девочками, но не дайте этой розоволосой вас обмануть. Первые же минуты разрушают любые надежды на просмотр простой и милой истории. Люси, главная героиня, это Деклониус, новая ступень развития человечества. Отличительные черты, рожки на голове, психокинетические способности, невидимые для простого человека руки-векторы и дикая ненависть к людям, которых Деклониусы на подсознательном уровне хотят истребить как вид. Но люди не намерены сдаваться, так что Люси ловят и запирают в специальной секретной поликлинике для опытов. Откуда Люси, впрочем, сбегает, в процессе теряя память и устраивая жесткую резню, которую мы не можем вам показать из-за принципов площадки Ютуб. Амнезия превращает беспощадную убийцу в невинную девочку, забывшую даже как говорить, которую решают приютить ничего не подозревающие Кота и Юка. Сериал в целом был довольно клишированным, ту же амнезию полуобнаженной милашки, разучившейся говорить, мы уже видели совсем недавно в Чобетах. Аниме стало широко обсуждаемым, в основном благодаря своему внезапно совмещенному с легкой эротикой шокирующему фактору. Такого количества летающих по экрану отрубленных конечностей народ в своей массе еще не видел. И тем не менее, спустя годы из всего, что было показано в сериале, зрители могут вспомнить разве что крутой опенинг, стилизованный под картины Густава Климта. В России эльфийская песнь попала в первые волны взрослого аниме, которое крутили по телеку. Премьера в ночном эфире MTV состоялась в 2007 году. Влияние эльфийской песни можно проследить и в популярных сегодня тайтлах, таких как «Очень странные дела», где образ Элевен, по заявлениям самих же авторов, был вдохновлен Люси.